РАЦЦ Скажи, пожалуйста, а вот РАЦЦ – это что такое? Когда-то давно я увлекался творческим Тодд Толкина, и потом начал что-то придумать, какой-то свой мир такой фэнтезийный, и там были такие существа, архатцы, их так называл. А потом, когда я регистрируился на Дивиан Тарти, ну, просто взял себе такой гипс. А, то есть это не аббревиатура? Нет, не аббревиатура. Сочетание букв, которое как-то редко и легко гуглится. И тебе нравится. А ты сейчас дома или на работе? Дома. А, прекрасно. На Дели уже что-то новое ваяет. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя такие картинки очень позитивные. Наверное, девочкам очень нравятся. Не только девочкам, так, если по статистике смотреть, примерно на 50-ка. А это твой принцип, что картины такие вот, они у тебя вроде бы философские, а вроде бы они все время такие, ну, я бы сказал, милые. Ты не раздумываешь о человеческих страданиях, о том, что дети в Африке голодают. Ну, думать об этом постоянно, наверное, было бы непросто. На самом деле, у меня когда-то, когда я начинал, у меня тоже вся вот эта мракота, которая сейчас полным-полно в интернете, она тоже присутствовала в работах. Но со временем я как-то от этого отошел. То есть, серости нам в жизни и так хватает, а хочется чего-то такого яркого, броского, запоминающегося. Вот я как-то со временем стал вот работать в таком вот направлении, в жанре. Субтитры сделал DimaTorzok У тебя много китов? Да не так много, на самом деле. Сейчас я уже отошел от этого. Ну, была просто какая-то такая струя, наверное, к которой я попал с этими китами, на которых я так немножко выехал. То есть, многим это пришлось по вкусу. Я сделал там пять, по-моему, работ, в которых были киты и, собственно, все. Я их больше уже, наверное, сколько года, два не рисую. Вот для тебя что такое искусство? Искусство – это, наверное, способность творчески выражать как-то свои мысли, свои идеи, реализовывать их. То есть, искусство – это свобода выражения, способ выражения своих мыслей. То есть, это не относится к тому, что тебя обязательно должны охаживать там 15 галеристов и 15 продюсеров? Просто цифровая живопись – это такое явление современное, как дитя прогресса, наверное. Люди нашего поколения, молодого, то есть, они ищут какие-то новые способы реализации с помощью новых же технических средств и время дает такую возможность. Да, но ты, понимаешь, ты образованный в искусстве человек. Ты закончил профильный даже… Понимаешь? Да, ты профессиональный художник. И ты знаком с историей живописи, с историей графики и прочего. Что нового вы можете сделать, если, собственно говоря, уже все сделано до вас просто другими средствами? Понимаешь? Уже был и Бексинский, и куча сюрреалистов, и куча всего. И весь Арнуво, и весь Артыко, весь Серебряный век, русский авангард. Вы на этом всем, кто знает, базируетесь. Окей. А что дальше? Вы… Хорошо. Сейчас вы все это повторите для себя уже в цифре. А дальше? Время покажет, куда это все приведет. То есть новые средства, они дают новые какие-то способы именно воплощения идей. Тот же Photoshop – это огромный такой набор инструментов, которых нет в реальной жизни. То есть та же какая-нибудь там, грубо говоря, мягкая кисть, которой можно просто огромные пространства замахивать нужного тебе цвета. То есть в реальной жизни это можно сделать, наверное, только какой-нибудь airbrush, аэрографом. Но это будет все равно не то. Плюс возможность там масштабировать. Ну это уже технические нюансы, но это все новые средства, которых нет в традиционной живописи. Рано или поздно это все равно выведет во что-то свое, новое. То, чего не сможет в традиционной живописи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Послушай, но ты же еще самый музыкант, да? Ты значит... Так, музыкант, я любитель, я не профессионал, не учился неделю. Послушай, ну в записи все звучит прекрасно. Ты любишь музыку, ты сам знаешь, как ее играть, как ее записывать. Значит ли это, что у тебя картины очень сильно завязаны на музыкальных образах? В процессе прослушивания может что-то родиться в голове. Ну и вообще я часто свои работы ассоциирую с какой-то песней конкретной. У меня раньше было вообще так, что я мог несколько часов просто под одну песню рисовать, рисовать себе. Она настолько потом въедается в мозг, если я слушаю эту песню, я вспоминаю свою работу, которую я рисовал в этот момент. Или я смотрю на эту работу, у меня сразу в голове начинает играть эта песня. А ты их технически никак не связываешь между собой? Например, не встраиваешь в файл? Ну такого еще нет, конечно. У меня была идея когда-то. Я когда делал выставку свою в Омске, я там играл в детали на открытии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, а вот люди, которые делают какие-то 3D вещи, потом они натягивают на них какие-то скины, вот это тебе не близко? Ну я от 3D довольно далек, то есть я что-то умею делать там, чисто по работе надо. Ну люди делают, работают там, бывают крутые прям очень. А может новая скульптура? Да, может быть, конечно, там люди в The Brush'е такое делают, это просто волк. А погоди, ты упомянул работу, а где ты работаешь вообще? Что такое твоя работа? Сейчас я живу в Петербурге, работаю в компании Wargaming на проекте корабли. А это что, русская компания? Ну, белорусская вообще-то. Студия, которая делает корабли, находится в Петербурге. А почему ты не выкладываешь никогда свои корабли? Ну почему, у меня было в ВКонтакте, что-то там я выкладывал. А в основном все идет на сайт игры, на портал, так называемый. Там они пока никак не подписаны, это все-таки собственность компании. Послушай, ну по-моему люди дико фанатеют от таких игрушек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тебе не хочется иногда взять, натянуть холст? Сам процесс именно подготовки к этому, особенно натягивания на холстов, это когда он натянется, он ровный, белый, чистый, загрунтованный. Он вдохновляет. Ты жил в Омске. Сейчас какая ситуация? Родился раньше гений в Омске, да? И в принципе у него дальше как-то не было особо ходов. Надо было обязательно ехать в Москву, обязательно то, обязательно все, какие-то танцы традиционные исполнять. И после чего там как-то вот может выползти, может быть не выползти. Сейчас с этим легче? Ну вообще да, есть такая проблема в провинции. Я вот работал там в студии, но это считаю, за большое счастье попасть в такую студию разработки. Очень мало мест таких, они все забиты, туда не попадешь. То есть там уже есть какой-то сложившийся состав и художников, и программистов. Поэтому проба один ехать куда-то в Москву, в Питер, в Екатеринбург. То есть такие самые крупные города, где эта инфраструктура более развитая. А что? А интернет? В этом плане, конечно, сейчас намного проще, чем раньше. Ты рисуешь, 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 потом выкладываешь. Если уровень какой-то достойный уже, то тебя заметят. Так или иначе. То есть у меня было примерно так. Огромное количество достаточно однообразного подхода. Разнообразных решений, однообразных идей. То есть, если это концепт-арт, это что-то потрясающее. Какие-то замки и драконы, и маленькие люди для масштабирования. Если это герои, то это какие-то рогатые женщины и лягушки. Если воины, то тоже определенные. И, собственно говоря, круг сюжетов крайне мал. Они просто отрабатываются бесконечно. Одни и те же разнообразные ландшафты, но очень однообразные. И такие же герои. Куда будет это все двигаться? Или это все сожрет само себя в тоске? Я думаю, что это диктовка времени. Сейчас просто много игр таких, которые требуют вот этих концептов с замками. В фильмах тоже это как бы востребовано. То есть, быстро набросать какую-то локацию, какую-то идею. Люди просто смотрят, видят, пытаются повторить. И, возможно, от этого идет какая-то волна такая однообразных работ. На отстрече они тоже, кажется, достаточно однообразных. И поэтому, например, такие ребята, как вы, с тем же самым Андреевым, поляки, чехи, у них есть какая-то мысль, и она очень интересная. И у вас есть мысль. А вижу, что, например, более западные или, наоборот, более восточные, как наши китайские друзья, они в технологию очень круто как бы вписываются, но идей каких-то, которые вот цепляли бы, очень мало. Там какой-то такой галимый профессионализм. Драмы нет, драматургии нет внутренней у работы. У вас есть драматургия. Там есть мысль, есть, будем громко это называть, некая философия. Окей. И вы ее как-то выражаете. А вот большинство... И, кстати, я вижу наших соотечественников, ну, типа Колесова, да, там, правильно я произношу, Сергей, да, Колесов, который в Лионе работает. Понимаешь, они все с мыслью. Это очень интересно. Я не могу понять, почему именно наши предпочитают мысль, а все остальные предпочитают технологию. Опять же, это может быть заложено как-то в менталитете, в том, что они такие прям страдающие, сострадающие всему миру. Книжки не читаются. Может быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе большое, я буду надеяться, что мы в этот раз записались И я с удовольствием слушаю твои гитарные экзерцизы